Сможет ли АК-47 пробить чугунную сковородку? Или отрикошетит как в игре? Это конечно пробьёт, вы о чём? Майя Нивна с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Кингдэм, это разоблачение мифов про оружие из игр. Это надо видеть, ну как говорится, если надо, то посмотрим. Я понимаю, их там много частей, поэтому всем зададёт лайк, комментарий, и выписать другие части про оружие и мифы про них, и... И разоблачение, о господи, испугался. И на днях я стал свидетелем вопиющего и неуважительного мать его случая. Короче, решил я вспомнить с детства и скачать Battlefield 4. Играю, короче, жру Pringles, на самом деле не чипса, говно полное. Пошёл на... И к нам в гости пришёл мой дальний рост, и его совмест... С беконом реально не так себе, хотя на любителя. Майор в отставке заходит, короче, ко мне в комнату и такой... А это что, у тебя фугас или пукалка? Ну я не обратил внимания, думаю, ну фиг с ним, сейчас смородил что-то. После он снова такой мимо проходит и типа... А это что, они резиновыми пульками стреляют, что не могут дверь лифта пробить? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, смешно. Эээ... Ну я думаю, сейчас от пожилой человек мало ли... Ушёл быстро. Какую хрень несёт. И вдруг он такой заходит в третий раз и типа... Ха-ха-ха. А это что за чудо-пулемёт? Во что он даже не клинит. И тут я такой... Ты чё? Вы можете звездить про панк. Опять не на тарелка. Вы можете звездить про метро эксодус. Ещё на тарелку. Вы даже можете звездить про GTA San Andreas. Не, про это нельзя. Ну ладно, на что GTA не стоит, конечно, потому что вам потом Сайпер скроет. Но не смейте звездить на ирландца. Поэтому сегодня... А что ты его сломал? Мы будем сравнивать и разрушать мифы про различные оружия из игр. Так что перед началом... Сделайте себе чай. У меня нет чая. У меня есть водичка. Мать его, чай! Автор покушает. Подписывайтесь на KingDM. И подписывайтесь на мой канал. Чего я, чего нет? Подписывайтесь на меня. Всё жалко. Автор покушает. Я покушаю. Буду широким. Буду весь кадр занимать. Лайки, комментарии. Я так за ваше здоровье пью. Разрушители легенд. Вот это он разрушитель. Миф номер 7. И звучит он так. Пистолет с глушителем в играх не такой бесшумный в реальной жизни. Да, оно так и есть на самом деле. Он не так сильно скрывает звуки, как в играх или в фильмах. Для этого мифа я решил взять 4 популярные игры, где присутствует пистолет с глушителем. Он чуть-чуть тише становится, но ненамного. Это, конечно же, мой любимый Hitman Absolution. Новый Метроэк. Не, но звук в Hitman, конечно, такой приятный, когда стрельба с глушителем. Но так это не работает, к сожалению. И, конечно же, CS GO. Давайте же сравним звуки. Ну, как видим, звучат они практически одинаково, бесшумно. Ну, типа... И даже если вы застрелите одного врага, то второй на расстоянии 4-5 метров вообще вас не услышит. Блин, Hitman Absolution. Какая классная игра, великолепная. Даже если вы застрелите 20 врагов. Блин, может, Hitman поиграть? У меня, кстати, есть стриминский канал, по ссылке в описании. Жесть, конечно, он вообще решил всех прибыть. Мне кажется, или этот челик глухой? Вообще пол. И практически во всех играх это так. И если уж глушаки в реальности такой тихий, то это просто магия. Ну, нет, нет. Это так не работает. К сожалению, не все так круто в реальной жизни. Обычно выстрелы из пистолета. Это 140-160 децибел. Такой громкий пукл может обретить барабанную перепонку. Поэтому стоит на пьялись наушники. С глушаком выходит где-то 120-130 децибел. Это станет очень громко. Но у вас, как говорится, уши не отлетят. Но уже не опасно. Вот так звучит USP с глушаком в CS GO. А вот так в реальной жизни. Ребят, тихо. Проверяйте. Слышно на другом острове, на другом континенте, блин. Дело в том, что когда вы нажимаете на спусковой крючок, то ударник разбивает капсюль-патрон. И происходит характерный звук. Но если вы такой же тупой, как я, и нифига не поняли с того, что я сейчас сказал, объясню на пальцах. То бишь характерный бум! Случается в середине оружия, а не в конце. Поэтому надевай, не надевай глушак. Один хрен. Всего лишь минус 20 децибел. А это вообще ничто! Даже если вы засунете пистолет в подушку, тише от этого он не станет. Единственное, что делает глушак, это незначительно глушит звук. И убирает пламя. Поэтому звук типа... Вот пламя это довольно важно, кстати. Бывает только в фильмах, либо в играх. Но звук красивый, согласитесь. Короче, к сожалению, этот миф оказался правдой. Подтверждено. Вот так вот. Миф номер 6. АК-47 настолько слабый, что не в состоянии пробить чугунную сковородку. Полный... А... Да ну это бред. АК-47 одно из самых... Бой! Оно хорошо пробивает! Оно броник пробивает без проблем. Оно пробьет сковородку, мне кажется, любую, и не одну подряд себе поставить. Этот миф появился на зарубежных формах Папа-Бум. И я даже знаю, откуда растут у нее ноги. Ибо в большинстве зарубежных фильмов так или иначе всячески насмехаются над Калашом. Называй его или ненадежной болванкой, или старым куском говна. На самом деле, Калаш это одно из самых надежных оружий и легких в плане эксплуатации. То есть, его легко чистить, его легко чинить. Те же МК, кстати, были более проблемными. Например, если Калашу Гурясью смакнуть, да, проблемы будут, но не такие большие, как с МК. Ну, короче, нормальное оружие. Че? Че так обижает Калаш? Хорошая, классная пушка. Жень, что нас там ждет? У них в основном Калашникова, СВ, Драгунова и Тип 50. Старею одним словом. Для начала я решил с вами звук Калаша в играх. Я взял Far Cry 4, CS GO, Metro Exodus и Call of Duty. Ну, больше всего, мне кажется, похож на второй звук. Ну, хрен знает, они все по-разному звучат. Но все-таки, по-моему, Far Cry ближе всего. Ну да, это очень похоже. А теперь к самому мифу. Сможет ли АК-47 пробить чугунную сковородку? Или отрикошетит, как в игре? Да, конечно, пробьет. Вы о чем? Она пробьет все сковородки у там. Конечно же, да. Берегись. Ладно, не все, видимо. Так, прошло скусь первую. Вторую. Быть не может. Она остановилась на третий. Интересный факт. На третий, кстати? АК-47 является самым популярным оружием в мире на данный момент. В особенности в странах Африки. Потому что он надежный, мощный и стоит всего 10 баксов. Помимо этого, 10 баксов стоит ЦК. А что, у тебя так дешево? В некоторых странах. Я бы себе охолощенный повесил сзади, был бы опасным. Я вообще не люблю милитаризм и всю эту тему. Но само оружие это красиво. Ну оно типа, какое-то из-за игры, наверное. Мне вот, я балдею это оружие. Но это охолощенное дело, которое нельзя причинить кому-либо вреда. В Африке одно из самых популярных имен это Калаш. А в Мозамбике так автомат вообще считается святым. Из-за чего даже нарисован на флаге страны. Он настолько популярен, что ему даже посвящают песни. Прикиньте, пока я собирал материал, оказалось, что в Индии появился новый рэпер по имени АК-47. Плагиат. И его дебютная песня про АК-47. Отлично. Песня от АК-47 про АК-47. А разве не Гуру Рандхлава? Так вот. Ну а бронебойные патроны так вообще могут пробить рельсы. Обалдеть, рельсы. Ё-моё, какая там мощь. Есть там дырочки или нет? Издали кажется, что есть. Хо-хо! 5.45. Повышенной пробиваемости, по крайней мере, с расстояния в 20 метров. 100% пробивает рельсу. Доказано проектом Wargods. Поэтому миф про то, что он не в состоянии... Ну в Паббике вообще ничего не в состоянии пробить эту сковородку. Она невозможная. Пробить даже чугунную сковородку. Всего лишь выдумка. Миф опровергнут. Сковородка же не с композитного материала какого-то сделанного суперкрутого там. Оно как бы композитный материал пробивает. В зависимости, конечно, от толщины, но всё равно. Ах да, пацаны, не забудьте написать в комментах ваше самое любимое оружие в играх. Для меня же любимое и самое лучшее оружие это пустынный орёл из CS 1.6. Оу май! Ну да. Дигл на первой CS был, конечно, жёстким. Ядра сдавал своё время. Ну конечно, в Сурсе он был ещё больше, там был бой. Миф номер 4. Этот миф появился после выхода Red Dead Redemption 2 и звучит он так. Невозможно выстрелить четыре раза из револьвера за одну секунду. Возможно. На секунду я даже подумал, типа, ну реально, хрен какая-то, как такое вообще возможно? Они же так берут и так... Они, то есть, нажимают на курок, а не эту штуку. Я забык называется. Кто шарит, тот напишет. Я знал, но, как всегда, я туплю... Ну, короче, вы поняли эту штуку. Они так... И быстро стреляют. Можно. Я это видел на видосе какого-то чувака, как он стрелял. Он, например, доставал за микросекунду этот револьвер и успевал всё обойму разрядить. Я на ролик с Джерри Макколоком. С Джерри Маккулек. С Джерри Масайлоком. Фу, я подобное видео видел. Он абсолютный рекордсмен по выстрелам из револьвера. И сейчас вы охренеете. Он может выпустить 8 пуль из револьвера за одну секунду. Стреляет готов. Станбай. А, кстати, видите, он стреляет даже не вот так, а именно... Станбай. Обалдеть. О, хорош. И путём на Диком Западе он бы мог соревноваться с самым быстрым стрелком Дикого Запада. С Джесси Джеймсом. Который, по легенде, выпускал 6 пуль за 2 секунды. И который за всё время своей преступной деятельности перестрелял в дуэлях от 13 до 17 человек. Поэтому, к моему удивлению, этот миф опровергнут. Миф номер 3. Выстрелив в бензобак, можно взорвать машину. Даже вот так, оказывается. Вот так. 8 пуль в секунду, ребят. С ума сойти. С револьвера. Этот миф очень старый появился с выходом, да-да-да, с GTA San Andreas. Где выстрел, хоть с пистолета в бензобак, моментально взрывал машину. Зато это, как это было эпично. Я помню, когда тебе дали первый раз первую пушку. И там тебе учили стрелять по бутылкам. Какой-то такой бензобак стреляет. По краю, в Call of Duty. То же самое и в большинстве современных игр. Это так. И если так в одном из того, в груди, это правда. Но в реальности это отчасти не работает. Если, конечно, вы не будете стрелять с зажигателями и пулями. Кажется, бензин плавился. О, загорелось. Поэтому этот миф... Точно думал, а что они назад стреляют? Это же Запорожец. В отчасти выгля... Запорожец же сзади двигателя, если я не ошибаюсь. Как у Порша. Миф номер один. АВМ или АВП самая мощная снайперская винтовка в мире. Ээээ, честно говоря, я так и думал. Потому что в большинстве игр, будь то PUBG, CSGO... Мне кажется, нет. Мне кажется, по-любому есть какая-то противотанковая снайперская винтовка. Знаете, типа того. КС-1С6. Да и во многих других, лучшая снайперская винтовка, это всегда АВП. Или АВМ. Ах да, кстати, интересный факт. АВП более слабая и легкая модель, которая предназначена для полиции. А АВМ мощнее и тяжелее. И предназначена для военных. Я сначала решил все-таки проверить звуки игр с реальным. Ну, мне очень нравится звук, конечно, в КС-ке. Звук АВП. Он может не звучит как настоящий, но он прям приятно делает. И, к сожалению, ни один звук выстрела не совпадает с реальным. Довольно тихо, кстати. Ну, типа нет такого грохота. Ну, как оказалось, миф отчасти правда. Она была лучшей до 1980 года. Потом на ее замену пришел Барретт М82. Самая дальнобойная винтовка в мире. Таким образом, АВП или АВМ находится на втором месте в мире по мощности и дальнобойности. Поэтому этот миф отчасти правдоподобен. А на этом, пожалуй, все. Красота. Прекрасное видео. Любую подобное видео про пушки. Блин, балдеж. Ребята, не забывайте подписываться на КингТМ. Обязательно. Также не забывайте подписываться на меня. Почему бы и нет? Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. А так что, всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok